Всем привет, меня зовут Стадничук Егор, и сегодня я вам расскажу про физику лавин, лентивистских убегающих электронов. О чем сегодня пойдет речь? В целом речь пойдет про процессы, которые происходят прямо у нас над головой, а именно в грозовых облаках. И собственно разговор о грозовых облаках разумно начается с вопросом о том, что такое молния и что нам о ней известно. Еще со школьной скамьи вы прекрасно видели такие опыты, когда у вас есть что-то в духе динамо-машины, вы крутите некоторый рычажок, у вас заряжаются два шарика, и когда поле между ними достигает пробольных значений, у вас возникает некоторая искорка, и вот эта вот система разряжается. Вы, вероятно, когда сидели в школе, смотрели на это, думали, вау, молния, и, вероятно, у вас в голове происходила некоторая аналогия, и вы решили то, что в грозовых облаках происходит примерно то же самое. Но оказывается, что жизнь гораздо более сложная, и несмотря на то, что действительно грозовые облака представляют собой некоторый электрический заряд, который разделен с землей, напряженность электрического поля между облаком и землей, она где-то порядка на два меньше, чем напряженность, необходимая для возникновения электрического пробоя. И, как следствие, молния никоим образом не может быть самым обычным пробоем, там происходит нечто более сложное. Но, тем не менее, что-то все-таки о молнии мы знаем, мы так или иначе наблюдаем, фотографируем, анализируем образе и так далее. И молния представляет собой некоторый горячий канал, который постепенно проникает из облака на землю, например, на землю, и формируется таким образом некоторый проводник, по которому течет ток. Вот, собственно, процесс формирования вот этого канала, называется степ-визер, выглядит примерно следующим образом. То есть вот ударила молния, вы видите уже заранее, потому что она была какой-то такой кривой формы, вот сейчас будет замедленное действие. И вот этот вот проводник, он шаг за шагом как-то формируется между облаком и землей, а затем к нему потекает ток, и вот мы видим то, что мы видим. Вот, ну, вроде бы все понятно, да, то есть нам нужно, чтобы вот этот процесс как-то запустился, чтобы этот процесс запустился, нам нужно, чтобы горячий канал, проводящий там плазмами, внутри грозового облака, и дальше она сама уже там как-то некоторым статистическим образом, так или иначе куда-то пойдет. Вот. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что, казалось бы, для того, чтобы образовать такой горячий канал, который дальше превратится в лизер, а потом превратится в молнию, нам нужен пробой, который возникает внутри самого облака. Ну, внутри облака есть некоторые слои зарядов, между этими слоями зарядов, аналогично к конденсатору, существует некоторое электрическое поле, но это электрическое поле, как оказалось, тоже на порядок меньше, чем пробой на электрическое поле, то есть даже внутри грозового облака никакого пробоя быть не может. Вот. И, собственно, возникает большой-большой вопрос, а что вообще происходит в этом мире, почему у нас поля маленькие, по сравнению с теми, которые мы в лаборатории наблюдаем, когда у нас высоты происходят, но при этом мы видим такое мощное событие, как молния. Вот. Собственно, это большой вопрос, большая проблема физики атмосферного разряда, и она до сих пор не решена. Вот. Помимо этого, существует множество различных грозовых явлений, которые, так или иначе, изучаются и представляют большой научный интерес. Их можно в целом назвать Trans-Incuminous Events. Они представлены, их некоторое разнообразие представлено на картинке, то есть бывают джеты голубого такого излучения, бывают эльфы, спрайты. И одно из них, которое представляется конкретно нашей лаборатории наибольший интерес, называется Трестерал Гамма Рей Флэш. Это тоже электромагнитное явление, но Трестерал Гамма Рей Флэш представляет собой очень короткие и очень интенсивные вспышки гамма-излучения, которые также возникают в грузовых облаках. Ну, нетрудно догадаться, что раз мы это изучаем, то не совсем понятно, откуда они берутся. Вот. И чтобы вы понимали, насколько это такие мощные события, их видят из космоса, их интенсивность превышает интенсивность галактических гамма-спесков на регистрации. Ну, не в том смысле, что у нас облака светит более ярко, чем галактические гамма-спески, потому что очевидно, что взрыв сверхновый, это гораздо мощнее, чем взрыв в грузовом облаке, но именно интенсивность наблюдаемого гамма-излучения у нас с орбиты Земли превышает интенсивность галактических гамма-спесков. Вот. И, собственно, возникает большой-большой вопрос. Что вообще происходит у нас над головой? То есть, как бы, пробоя электрического никакого нет, поля там относительно слабые. При этом существуют молнии, и понятно, откуда она берется. Кроме того, еще и какая-то радиация вдруг возникает внутри грузовых облаков, да еще и такой большой яркостью. Ну, собственно, давайте разбираться, откуда оно все может возникнуть. Значит, первый вопрос, который стоит себе поставить, это в чем разница, собственно, между обычным облаком и грузовым облаком. Ну, один из возможных ответов, это то, что грузовое облако отличает все-таки некоторое, может быть, не такое большое, но все-таки приличное электрическое поле. Вот. Ну, хорошо, окей, у нас есть электрическое поле, но при этом у нас нет, не может быть, пробоя. А в чем дело, почему? Ну, может быть, один из возможных механизмов, как бы, начать какие-то такие процессы с перетеканием тока, это повысить ионизацию в воздухе, и при повышенной ионизации у вас уже может повыситься проводимость, может уже что-то потечь, что-то пойти. Вот. Ну, откуда у нас вообще в атмосфере нашей небосной головой может взяться повышенная ионизация? Ну, один из способов ионизировать воздух атмосферный, это космические лучи, всем, возможно, известные. Вот. Но, тем не менее, ионизации космических лучей не хватает для того, чтобы создать проводящие каналы. Но давайте разбираться, как, тем не менее, космические лучи могут всему этому способствовать. Значит, есть такая модель, предположенная Буревичем, которая называется пробой на убегающих электронах. Насчет, в чем струйте этой модели? Ну, во-первых, да, как я уже упоминал, есть космические лучи, а космические лучи – это некоторые частицы сверхвысоких энергий, которые взаимодействуют с нашей атмосферой и рождают атмосферное ливнее. И, собственно, вторичный компонент космических лучей, то есть некоторые частицы высоких энергий, которые рождаются в атмосфере в результате взаимодействия с этими сверхмощными частицами, они навозят некоторую ионизацию, и мы как-то видим, наблюдаем, там, видим ионах и так далее. Вот. И эти космические лучи могут взаимодействовать с грозовым облаком. То есть если у вас есть гроза, то так или иначе эти частицы могут сквозь облако проходить. И что может проявляться при этом? Значит, заметим, что есть формула бета-блока, которая описывает взаимодействие частиц с существом. Значит, на рисунке представлен график зависимости некоторой эффективной силы трения, которые действуют на электрон, например, от величины кинетической энергии электрона. И очень интересной особенностью этого графика является то, что в этой зависимости есть некоторый минимум. Минимум силы трения, и это минимум силы трения приходится на электронность энергии порядка 1 мегаэлектрон-вольт. Так вот, оказывается, что в грозовых облаках бывают такие электрические поля, напряженность которых позволяет такие вот минимум айонайзинг электроны ускорять с большей силой, чем они в среднем тормозятся за счет взаимодействия с воздухом. Вот, такие электроны, они будут ускоряться уже в грозовом облаке, они не будут останавливаться, и они называются убегающими электронами. Соответственно, электрические поля, в которых возможно формирование убегающих электронов, называются электрическими полями. Вот. И кроме того, чем интересны убегающие электроны, помимо того, что они не останавливаются, так это то, что они взаимодействуют с воздухом при всем при этом и рождают дополнительные убегающие электроны за счет вздохновения с молекулами. Это приводит к ламинообразному нарастанию каскада релитийских частиц. Вот. И такие лавины, они называются лавиной убегающих электронов. Значит, при каких электрических полях вообще возможно существование как убегающих электронов, так и лавин убегающих электронов? Собственно, минимальное поле, при котором вообще возможны убегающие электроны, оно поделяется, естественно, минимальной силой, которая в среднем действует со стороны воздуха на электроны проводящих. И эта сила из формулы бета-блока следует, что зависит от плотности воздуха или нет. Естественно, чем выше мы в атмосфере находимся, тем меньше электрическое поле по сравнению с уровнем моря нам требуется для того, чтобы существовали убегающие электроны. Но для существования лавин мало этого поля, 216 кВт на метр для нормальных условий. Для существования лавин поле должно быть побольше, оно должно быть уже 276 кВт на метр. Это связано с тем, что дополнительные электроны, которые рождаются в процессе убегания, когда у вас есть первичный электрон, он движется сквозь облако, он сталкивается с молекулами, рождают еще электроны. Эти электроны, которые дополнительные рождаются, они в среднем рождаются под некоторым углом. Естественно, им нужно как-то доразвернуться по полю, чтобы уже стать убегающими, чтобы они дальше могли продолжать процесс лавинного нарастания. Вот. И оказывается, что при полях меньше, чем близкими 6, электроны, которые под углом рождаются, они не ускоряются, потому что им просто-напросто не хватает. Ну, то есть проекция силы со стороны электрического поля на направление движения первоначальной электроны, ее не хватает для того, чтобы электрон убегал. Поэтому поле должно быть больше. Вот. Значит, какие основные вещи, параметры, которые мы должны знать о убегающих электронах? Во-первых, главным параметром, который характеризуют эти лавины, является динамо нарастание лавины. То есть это некоторое расстояние, на котором в среднем лавина умножается в е раз. Ну, на предыдущем слайде вы видели, что она растет экспоненциально, и, собственно, показатели-эспоненты – это динамо нарастание лавины. Лавина умножается по частиц больше. Да, то есть у вас вот есть электрон, он летит-летит-летит по воздуху, рождают еще электроны, и за счет того, что их ускоряет электрическое поле, он дальше продолжает движение, он не теряет свою энергии, она у него сохраняется. Но при этом рождаются еще электроны, которые также. Теряем его исполняем. Да. Вот. И в результате... На рождение убегающего электрона в поле в среднем там 1-1 метр, но послогнулись его собственной энергии. Да, потому что, как видно из формулы для смертных убегающих электронов, средняя энергия при приличных полях составляет 7 метр, то есть для него 1 метр потеряется несущественно, и поэтому у вас происходит такое лавинообразное нарастание. Была одна частица, из нее там родилось в конце области электрическим полем порядка тысячи, ну, в зависимости от размера области, я говорю о нем каких-то характерных величинах. Вот. Значит, чем нам интересны убегающие электроны? В чем суть вообще модели Гуревича пробоя на убегающих электронах? Значит, когда у вас есть такое грозовое электрическое поле, в котором у вас существуют лавины, эти лавины и, само собой, ионизируют воздух, потому что они с ним взаимодействуют, у вас рождаются электрон-ионные пары, и что же там появляется какая-то дополнительная проводимость. И пробой, модель пробоя на убегающих электронах утверждает то, что когда у вас включается вот это вот критическое электрическое поле, когда лавины могут формироваться, у вас повышается проводимость внутри грызового облака, и эта проводимость так или иначе приводит к появлению, к инициализации нор. Вот. И есть некоторые аргументы экспериментальные в пользу пробоя на убегающих электронах. Вот здесь показан эксперимент, когда взяли некоторый зонт, запустили внутрь грызового облака, и он пока поднимался наверх, регистрировал величину электрического поля по напряженности и регистрировал молнию. Вот. И здесь так совпало, что молнии регистрировались в тот момент, когда поле, которое мерил зонт, совпадало примерно с полем необходимым для существования лавины убегающих электронов. А почему вторая молния, там поле стало критичнее раньше, чем пробило молнию? Хороший вопрос. Я могу на него только спекулировать. Вот точно ответа я вам не дам. Могу предположить, что зонт плохо помирил поле, или можно предположить, что вам достаточно поля чуть меньшего, чем необходимо для существования лавин, потому что иначе ионизация все равно за счет поля повышается. Потому что так или иначе космические лучи доускоряются полем, и больше энергии от них тратится на повышение проводимости. Как регистрировать все молнии? По радио, например. Или, например, по приземному электрическому полю, то есть у вас есть некоторый профиль сигнала, допустим, вы регистрируете какое-то электрическое поле, у вас есть некоторый профиль. И когда происходит молния, это сопровождается некоторым мощным электромагнитным спецком, и вы просто на своей полоске видите вот такие вот вспышки. Ну или можно оптических регистрировать, например, тоже. Не, просто как-то это согласовывается с зондом. Ну вот на зонде, скорее всего, там какой-то радио-майер стоял. Тем не менее, да, все замечательно, да, совпало, круто. Лавины убегающих электронов в облаках существуют, потому что поля действительно существуют, необходимые для их формирования. Действительно, молния наблюдается в полях, похожих на поля, необходимые для существования лавин. Но если вы просто возьмете потоп космических лучей, просто возьмете характерные электрические поля и просто посчитаете... Поскольку у вас при этом появится ионизация, окажется, что этой ионизации не хватает для формирования вот этого горячего канала плазменного, который, собственно, с которого начинается формирование лизера молнии. Поэтому, как бы эта идея не была прекрасна, ее недостаточно для полного, всестороннего объяснения такого явления, как молния. Вот. Но тем не менее, что важно отметить, то, что мы теперь знаем, что у нас есть лавина убегающих электронов, а у нас есть рестерал гамма-рейт-лэшес с другими убедениями гамма-излучениями. А лавина убегающих электронов – это лавина релитивистских частиц. А релитивистские частицы, они излучают тормозное излучение и формируют гамма-излучение. То есть мы за счет модели пробоя на убегающих электронах как минимум узнаем некоторый источник, возможный, ну, вообще говоря, действительно источник грозового гамма-излучения. И давайте посмотрим, о каких экспериментах и как наблюдается эта гамма-излучение. Значит, первый эксперимент находится в Армении. Там в горах есть некоторый комплекс экспериментальный, который изначально был заточен под регистрацию космических лучей. Ну, из них там стоят сенсационные и прочие детекторы элементарных частиц. И они заметили, что когда над ними, ну, прямо рядом с ними, они уже на гостях где-то порядка 4 километров находятся, и когда прямо над ними прилетает грозовое облако, они видят явное повышение радиационного хора. Вот, они начали в этом разбираться, и появилось такое название природного явления, как Zandestong Ground Enhancement. Значит, то, что вы видите на слайде, это некоторое такое типичное событие регистрации Zandestong Ground Enhancement. Значит, здесь вы видите во времени регистрацию потока нескими детекторами элементарных частиц. Значит, черный график, он показывает детектор, который мерит гамму с энергиями от примерно там 100 F до 3 MF. То есть это потоки низкоэнергетичной гаммы. Соответственно, красные и синие детекторы – это детекторы, которых порог выставлен где-то MF от 3 MF, насколько я помню. Вот, и они мерят высокоэнергетичную гамму. Мы видим то, что TGA сопровождаются как низкоэнергетичные компоненты гаммы, так и высокоэнергетичные. Причем низкоэнергетичная гамма, она существует примерно всегда, пока у вас есть гроза, а высокоэнергетичная гамма, она высвечивается вот такими вот пиками периодически. И, кстати говоря, зачастую у спецки высокоэнергетичной гаммы обрываются молнией. Вот то, что вы здесь видите, кстати говоря, от вопроса регистрации молнии, вот этот график – это зависимость приземного электрического поля, то есть у них на Земле просто стоит некоторая штука, которая меряет напряженность электрического поля. И когда происходит молния, вы на этой штуке видите вот такие вот пики, такие вот спецки. Вот этим вот графиком изображен поток высокоэнергетичных частиц. И видно, что когда происходит молния, поток, вот он нарастал до молнии, бац, когда зашла молния, он оборвался. Потом дальше там что-то в облаке происходит, поток снова нарастает, бац, молния, оборвался. Ну и так далее. Такая картина, она, в принципе, наблюдается, по крайней мере, в большинстве событий, которые регистрируются на АРДАС. Вот. И, собственно, в последнее время, после тщательного 15-летнего изучения Zanderson Ground Enhancement, была предложена некоторая модель, так или иначе всецело записывающая вот это вот явление. Значит, что там происходит? Во-первых, у вас есть облако, в нем есть разделенные заряды и, как следствие, электрическое поле, и когда оно достигает критических значений, у вас возникает лавина убегающих электронов. Так вот, вот эти вот самые короткие вспышки высокоэнергетичной гаммы, как раз вспышки от лавин убегающих электронов. Вот. Потому что лавина убегающих электронов, согласно теоретическим экспериментальным данным, дают гамму до 100 грамм. Например, электронов. Но при этом изучали также вопрос о том, что собой представляют низкие энергетичные компоненты с заместным граммом к инстанциям. И выяснилось, что, оказывается, это гамма, которая появляется в средстве расклада дочерей ядер радона, который поднимается околоземным электрическим полем вместе с аэрозолями с поверхностью земли. Потому что на аэрогации облако находится прямо у них на станции, поэтому там поля хватает, чтобы приводить к тому, что, естественно, аэрогативность, которая где-то там в земле лежит, она поднимается и тоже повышает радиационный фон. Ну, кроме аэрогации есть еще много интересных экспериментов. Например, в Японии они мерят гамма-излучение от зимних гроз. У них тоже есть некоторая лаборатория, в которой в разных частях находятся детекторы, они регистрируют гамма-излучение от грозы. Там, значит, обнаружено было еще одно природное явление, которое называется TGF of the Glow. TGF это, собственно, такой короткий интенсивный спец гамма-излучения, который здесь можно увидеть. Вот у вас было облако, было все хорошо, потом бац, и у вас гамма-детекторы зашкалились. Вот это они интерпретируют как трестору гамма-рейфлэш, который наблюдается в земле. Вот, ну, помимо этого они заметили, что после TGF уже, когда он прерывается, кстати говоря, молнией, они видят дальше продолжение некоторого радиационного фона. И этот радиационный фон они связывают с тем, что гамма-излучение, которое рождается внутри газовых облаков, за счет взаимодействия с ядрами уже молекул воздуха, рождает некоторые радиоактивные ядра, которые затем распадаются, и поэтому у вас после TGF есть некоторое излучение, которое медленно затухает по мере того, как ядра, которые на работе в своем TGF распадаются. Вот, ну и, собственно, давайте перейдем к исследованиям экспериментальных трестору гамма-рейфлэш. Значит, трестору гамма-рейфлэш в основном наблюдается около экватора. Вот, это можно по-разному интерпретировать. Одна из интерпретаций заключается в том, что у вас на экваторе находятся наиболее мощные грозы, которые приводят к таким мощным ярким скотчкам, как трестору гамма-рейфлэш. Вот, также, вообще говоря, на самом деле, помимо этого, стоит учесть тот факт, что у вас спутники, которые регистрируют, в основном, у вас на экватора и летают. Поэтому, на самом деле, тут спорный вопрос. Мы говорили немножко на предыдущей лекции, да, тут еще выборка смещенная. Да, так что это выборка смещенная, поэтому то, что у вас здесь в основном буквы экватора красные точки, это о чем-то говорит, но однозначно выводы здесь в условии. Вот, кроме того, замечено было то, что такие вот мощные скотчки в основном наблюдаются во время штормов, которые происходят где-то в местах, где у вас земная поверхность неровная. То есть, например, возле островов, где есть какие-то неровности, возле боров и так далее. То есть, получается, что TGF, они еще как-то привязаны к рельефу земной поверхности. Вот, ну, какие тут есть результаты. Во-первых, исследовался спектр трестров гамма рефлэшист. Вот, и он сравнивался со спектром гаммы, который подсказывается, собственно, излучением лавин убегающих электронов, ну, и оказалось, что они с хорошей точностью совпадают. То есть, сомнение в том, что так или иначе электроны, которые описываются спектром лавин, является источником грызового гамма-излучения, которое инвестрируется с космических аппаратов. Хвост там восходит с гаммами. Это такая точка нехорошая или это систематика все-таки такая? Ну, видите, здесь погрешность у вас маленькая, здесь у вас последняя такая уединенная точка с большим... Да нет, ну, предыдущие точки, последние точки, есть систематические проверки. Тут подобно кривая от балды. Согласен. Нет, тормозной спектр, но... Нет, ну, тормозной спектр, это единица не е, а спектр электрона, который вот такой... Согласен, я на балды. Нет, спектр лавн, да, хороший. Там, может, и суть-то точка уехала. Нет, ну, да, действительно, могла и точка уехать. Нет, ну, это... Вообще, вот этот вот параметр, как средней энергии лавин, он тоже довольно-таки спорный. Как-то все согласились, потому что средняя... Да, ну, понимаете, на той энергии, это вот, там, грубо говоря, там, вероятно, есть минус седьмой, там, грубо говоря, там, одно событие. Ну, да. Ну, здесь у вас... А, может, это вообще не ТГФ, это мог быть широкий линий. Окей, я поэтому спрашиваю, что это... Есть ли там какая-то физика интересная, или это, просто, случайно... Это мог сделать, если посмотреть на оси 50 мем где-то, вот... Это мог быть... Обычно утверждается то, что ТГФ, они до 40 мем, то есть от точки, она явно выходит за, там, какие-то другие эксперименты, то есть она довольно-таки спорная. Нет, ну, скажем так, ТГФ, согласно тому, что ты говорил, выше, в принципе, может быть и до 80 мем. Нет, может быть, там, от поля зависит очень сильно. Но это может быть... Но это может быть... Может быть, и ТГФ. Ну, последние вот экспериментальные данные со стрима, они вот выше 40 мем не видели, несмотря на то, что они эксперимировали гораздо больше ТГФ, чем все предыдущие эксперименты. Ну, имеется в виду в день. То есть ТГФ, да, отмечаю, что это редкие события, то есть в лучшем случае самыми современными приборами с МКС они регистрируются два раза в сутки, несмотря на то, что МКС там много раз облетает такую землю. Вот, значит, какие еще результаты были получены? Значит, как я говорил, это короткие вспышки. Собственно, здесь представлены диаграммы, по оси их здесь милли... микросекунды. И видно, что, соответственно, красная диаграмма, она показывает время до того, как время регистрации 50% гаммы от ТГФ, то есть у вас есть детектор, в нем прилетает какой-то набор фотонов. Вот, если вы посмотрите, за какое время у вас пришло 50% от этих фотонов в построении диаграммы, получится у вас какой-то шуток. Естественно, голубой график показывает время, за которое пришло 90% от зарегистрированных фотонов. Вот, и, собственно, видно из этой диаграммы, что среднее время нарастания событий ТГФ – это где-то порядка 40-50 микросекунд, а среднее время вообще всего событий – это где-то порядка сотни микросекунд. То есть события действительно очень короткие, и в этом плане, например, обычная теория Гуревича, обычная теория лавина убегающих электронов, объяснить ее сложно, потому что у вас, когда вы рассматриваете это просто как облако с народным полем, у вас в потоке частиц существует все время, пока существует поле. Вот. И в модели Гуревича как бы не предсказывается, как там все заканчивается, и непонятно, почему там поле будет существовать с кемикросекундом. Вот. Также есть важное такое наблюдение, то, что ТГФ бывает не просто там из одного пика, пришли потом, и там высотилось у вас что-то типа Гаусса и Сузатуха, бывает мультипал с ТГФ, когда у вас несколько импульсов подряд с некоторым трамвом времени приходит. Вот это в 2018 году последний эксперимент СНКФ зарегистрировал, то есть видно, что один импульс там 100 микросекунд, прошел где-то 2 миллисекунды, бац, еще один импульс, еще 2 миллисекунды, еще один импульс и так далее. Вот. Собственно, это тоже интересный челлендж в рамках существующих моделей объяснить вообще как ТГФ может быть не просто быть, а еще и быть вот таким вот многокликом. А, это интенсивность одного ТГФ, да? Да, это один ТГФ, то есть эти события, они так или иначе с тобой ассоциированы, а ТГФ, например, можно, помимо того, что вы просто по форме сигнала и по свет, вы можете понять, что это ТГФ, также вы можете его связывать с штормами и с молниями, которые происходят в земной поверхности. Молния регистрируется по всему миру сейчас, есть большая сеть, называется BBLM, она регистрируется, собственно, по всему шару молния, и вы можете по времени прихода ТГФ примерно ассоциировать с этой молнией, понимать, откуда это пришло. Вот такие вот многокликовые события, в частности, анализируют по положению источников. Вот, но это при условии, что это вся схема, а вот это при условии, что ТГФ связан с молнией однозначно, то есть это тоже, конечно, не факт, но многие экспериментальные наглутения указывают на то, что все-таки без молнии тут не обойтись. Также ТГФы некоторые довольно редко сопровождаются регистрацией так называемой трестровой электрон-бимс. Что это такое? Когда вы смотрите на это название, создается ложное впечатление, будто вот у вас было обрук, оно ускорило вам лавину убегающих электронов, и часть электронов хранит сквозь атмосферу космоса. Ну, такое может произойти, когда вы впервые видите это название и занимаетесь этой темой. Вот, но это не так, потому что у вас облака, которые излучаются в джеб, они находятся на высотах где-то от 10 до, может быть, 20 в лучшем случае километров, и, собственно, с такой высоты у вас электроны с энергией скрин-мэк выйти, как космос не могут просто затормозить воздух. Следствие трестровой электрон-бимс это более интересная штука, значит, она происходит следующим образом. Пусть у вас произошел ТГФ, и, собственно, ТГФ сопровождается большим таким выбросом гамма-излучения зарезового облака. Это гамма-излучение, пока оно движется сквозь атмосферу на орбиту Земли, оно взаимодействует с атмосферой, безусловно, и это взаимодействие, в частности, приводит к тому, что рождаются энергетичные электроны. Эти энергетичные электроны, если они рождаются уже в верхних слоях атмосферы, где-то в 50 или 80 километрах, там уже на них воздух практически не действует, и там они могут уже захватываться, ну, двигаться относительно свободно, и могут захватываться магнитными силовыми линиями магнитного поля Земли. И, собственно, вот у вас произошла вспышка, гамма летела, летела сквозь атмосферу, в верхних слоях нарожала электронов, и эти электроны зацепились за силовые линии, и вот так вот по этой силовой линии движется. Вот. И почему эти события редки? Да, казалось бы, любой CGR должен этим сопровождаться, но это понятное дело, но прикол в том, что, чтобы зарегистрировать тресторовый электрон вирус, вам нужно, чтобы ваш детектор, ваш спутник находился на той же самой силовой линии, что и находится источник TGF. Вот. И это происходит очень редко, естественно. Поэтому тресторы электроны BIMS, они регистрируются как одно событие на тысячу TGF. Но, тем не менее, они очень показательны. В тресторах электроны BIMS, в частности, можно делать некоторые кейс-стадии отдельных событий TGF-ов, можно анализировать вне зависимости... Ну, у вас есть много параметров, по которым вы можете анализировать источник TGF-ов. Это высота этого источника, его положение, его угол раствора. И конкретно для физики тресторового электроны BIMS вы на много этих параметров можете забить. Вот. Потому что на спектр тресторового электроны BIMS, оказывается, влияет только спектр самого источника. Поэтому они очень ценны в том плане, чтобы экспериментально исследовать разные свойства TGF. Вот. Ну, TGF, как уже упоминалось, в частности, в Японии регистрируется на Земле. И также они в последнее время на них обратили внимание на телескопе Ray. Вот. На картинке представлены, собственно, события TGF-а. Вот. В сравнении с событиями, которые обычно регистрируются на телескопе Ray. Но телескоп Ray – это, в общем, некоторый такой каскад детекторов, который расположен на большой площади, где-то там в США, в пустыне. Вот. И этот прибор очень интересен в том плане, потому что вы сразу со многих детекторов видите одно и то же событие, и вы таким образом видите его профиль и можете узнать много интересных видео. Вот. Ну, несмотря на долгие годы исследования, сколько там, в 94-м году, по-моему, впервые заявили о том, что видели что-то, какое-то гамма-излучение из космоса с грузовых облаков, тем не менее много нерешенных вопросов о TGF остается, то есть непонятно, как оно связано с молнией, непонятно, какой у него там угол раствора и так далее. Вот. Ну и, собственно, с этого момента начинается веселье. Вот. Мы понимаем, что есть некоторые события, которые явно связаны с физикой высоких энергий, они происходят прямо у нас над головой, и там вообще непонятно, что происходит, поэтому если вы стали в области физики высоких энергий, то есть вы можете этим заняться и изучать, выяснить. Если программист тоже. Если программист тоже, можно заняться на литра. Или с симуляцией, там, с калитровой, симуляцией работы. Нет, там простая, это все, с симуляцией, там кто захочет, может найти, по крайней макросимуляция простая. Кто захочет, может зайти посмотреть, поразили, как наше снимать. А я здесь сейчас покажу. Вот. Ну, собственно, мы сейчас поговорили о том, что, почему грозовые облака представляют вообще для современной физики какую-то проблему, какую-то загадку, почему они вообще интересны. Мы поговорили о том, откуда там может взяться повышенная ионизация, откуда там может взяться драма излучения. Вот. Поговорили о том, какие бывают эксперименты, которые все это дело так или иначе регистрируют. Давайте теперь поговорим о том, какие бывают модели. Средства гамма-рей флэшес, ну и вообще динамика воюнная бедащая система. Значит, модель, которая сейчас, может быть, наиболее широко в комьюнити обсуждается, это Lightning Leader Model. Она утверждает то, что у вас большие потоки релитивистских частиц рождаются в грузовом облаке за счет распространения, точнее, момент распространения лизера молнии от одного заряженного слоя на грузового облака к другому. Значит, так или иначе, известно то, что стримеры, ну стримеры это некоторые каскады низкоэнергетичных частиц на грузового облака. По сути, на самом деле, когда у вас есть пробой, у вас есть стримеры, и стримеры, потому что у вас расформировался лизер, и дальше происходит что-то интересное. Вот. Там утверждается, что когда у вас распространяется лизер, поле, соответственно, между лизером и слоем, который он движется, повышается все время, потому что лизер – это некоторый проводник, и этот проводник, он соединен с нижним слоем, и поскольку он проводник, то потенциал на конце этого проводника совпадает с потенциалом внизу. Но при этом расстояние между лизером и другим слоем в заряженном облаке, оно все время сокращается, и поэтому напряженность электрического поля между ветером молнией и слоем, оно все время растет. И когда он становится уже очень большой, то, собственно, этого поля хватает для того, чтобы даже ускорять берлинцевистских энергий уже тепловые электроны. Вот. Ну и, собственно, предложено много разных процессов, которые так или иначе поддерживают ускорение тепловых электронов берлинцевистских энергий, и, собственно, проблема ускорения этих электронов лидера молнии, она широко обсуждается, в частности, в конце, если мы с ней интересны, другая популярная модель, она уже связана с лавинами убегающих электронов напрямую. Значит, это Relativistic Headbacker Charge Model, который предложил Dwyer, и в дальнейшем я буду называть просто модель Dwyer. Давайте, чтобы понять, о чем модель, давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот у вас есть грозовой обувь. Представим его как просто некоторое мощное однородное электрическое поле. Давайте представим, что за счет космического излучения у вас в начале этого поля родился затравочный такой первый убегающий электрон. Он, соответственно, ускоряется в этом поле, рождает лавину убегающих электронов, и мы уже знаем, что из физики высокой энергии, то, что Relativistic частицы в этой лавине, электроны, будут излучать тормозное излучение. Поэтому у вас появится гамма. Гамма, двигаясь по облаку, если ее энергия превышает 1 мегаэлектрон вольт, а ее энергия будет превышать зачастую 1 мегаэлектрон вольт, потому что средняя энергия электронов это 7 мегаэлектрон вольт, то эта гамма может рождать электрон-пристронные пары. Вот. И, собственно, если у вас внутри этого поля рождается позитрон, а позитрон, будучи одной из частицей к электрону, обладает царяром положительным, он будет ускоряться электрическим полем наверх. То есть, если электроны ускорялись низко, без позитроны они уже ускоряются наверх. Вот. И позитрон, распространяясь наверх, выходя до начала области с электрическим полем и взаимодействия с воздухом, может рождать дополнительные вторичные лавины убегающих электронов. То есть, он летит-летит-летит, сталкивается с молекулой, и бац, появляется убегающий электрон, он разворачивается, рождает новую лавину. То есть, что мы здесь видим? Мы видим то, что у вас первая лавина убегающих электронов распространяясь, взяла и сама себя воспроизвела в начале ячейки. То есть, вот этот механизм самовоспроизведения лавины в этом поле называется механизм обратной связи. И если это произошло за счет позитронов, то это называется позитронная обратная связь. И, собственно, если у вас вероятность того, что заодно такое прохождение лавина будет сама себя воспроизводить высокое, и среднее количество лавин, которые появляются за счет механизма обратной связи, будет превышать единицу, то у вас количество лавин внутригрызового облака, вне зависимости от потока космических лучей, будет расти, причем расти экспоненциально. И это же ведет к большому-большому количеству элективистских частиц внутри газового облака и, как следствие, может привести к приостру гамма-рэйфлэш. То есть, когда у вас мощное такое электрическое поле, которое приводит к таким вот самоподдерживающимся процессам, у вас происходит что-то в духе такого электромагнитного ядерного взрыва внутри грозы. Но есть другие механизмы обратной связи. Например, у вас может просто гамма высветиться лавиной, и эта гамма за счет тампонского рассеяния может рассеяться назад и также достигнуть начало ячейки и пройдет коричный лавин. Вот. Ну, собственно, вот такое понятие, как коэффициент обратной связи. Коэффициент обратной связи, он показывает, сколько у вас в среднем за один цикл обратной связи рождается у вторичных лавин на одну первичную лавину. Вот. Если у вас коэффициент обратной связи больше ледницы, то получается такую картинку. Была одна лавина, бац, она воспроизвела себя, появилась много лавин, бац, и черт устроилась, бац, и бац, и вот у вас будет целый лес в принципе, если частиц. Ну, и, собственно, этот механизм вайера, он очень интересен, потому что он действительно может потенциально объяснить, как маленькие времена ТГФ, потому что время одного такого цикла обратной связи это примерно микросекунда, потому что это примерно размер горзолоблок и землетно-скорость света. Также оно объясняет большую интенсивность ТГФ, потому что такая вот самоподдерживающаяся динамика, она приводит к очень сильному размножению релятивистских частиц. Вот, помимо позитронной и гамма обратной связи, могут быть другие механизмы обратной связи, которые связаны с геометрией уже электрического поля. То есть до этого в своем докладе я везде предполагал, что поле внутри горзолоблока, так или иначе, однородное. Вот, давайте теперь представим, что оно неоднородное. Вот, и введем такое понятие, как ячейка. Значит, под ячейкой я просто понимаю некоторую область с квази-однородным полем, внутри которой электрического поля достаточно для образования лавиенобегающих углов. Вот, и вводя понятие ячейка, мы можем рассмотреть неоднородное поле, уже какое-то сложное, как набор различных ячеек, которые могут быть, в принципе, по-разному ориентированы относительно друг друга. И что же у вас тогда при этом наблюдается? Давайте представим, что у вас по такому грозовому облаку, состоящего из большого количества ячеек, большого количества, то есть изолированных друг от друга областей и ускоряющих убегающих электроны, пусть по этому грозовому облаку распространяется гамма излучения. Это гамма излучения, оно взаимодействует с воздухом, и это взаимодействие может привести к тому, что рождается убегающий электрон, который рождается, в свою очередь, с лавиной убегающих электронов. Также мы знаем, что лавина убегающих электронов, она излучает тормозной гамма излучения. В свою очередь, это гамма излучение может дальше распространяться по грозовому облаку, что и также оно может взаимодействовать уже с другими ячейками, и там родится новая лавина убегающих электронов и новое гамма излучение. Значит, что мы видим? И мы здесь видим, по сути, процесс размножения гамм. То есть у нас была одна частица, один гамм-квант, он взаимодействовал с ячейкой, и в результате получилось, ну, скажем, 2 гамма. Они дальше распространяются и дальше взаимодействуют, и у вас так вот происходит размножение. Вот, эта картина, она, по сути, собой представляет цепную реакцию. Вот, это в некотором смысле напоминает динамику нейтронов в ядерном реакторе, поэтому модель получила название реакторная модель. Какой размер этих ячейок? Характерный размер ячей зависит от поля на самом деле, вот, но так, чтобы было, чтобы поле было не сильно большим, и чтобы ячейка не была сильно большой, но при этом вся эта штука работала, должен быть размер порядка, там, 500-300 метров. То есть это такие вот довольно большие структуры, но если их много, то получается такая цепная реакция. Как МК, примерно? Как чего? Кормишь. Вот, значит, на данном слайде представлено результат некоторой симуляции макроскопической, которую Александр Аркадьевич не встал. Вот, здесь, значит, что происходит. Задан некоторый куб, и предполагается, что этот куб состоит из большого количества таких вот ячеек. Запускается первичная гамма, некоторая, она летит по облаку, и, собственно, эта гамма, она может с некоторой вероятностью взаимодействовать с ячейкой, размножившись, а с некоторой вероятностью она может взаимодействовать так, что, допустим, убегающий электрон не родил лавину, а если убегающий электрон не рождает лавину, то никакого размножения вы не получите, и, по сути, гамма, взаимодействовав так вот неудачно, она просто вздухает и умирает. То есть здесь как бы учтено то, что гамма может как размножиться, так может и не размножиться. Вот, и получилась такая вот цепная реакция, которая, видите, за счет в течение нескольких поколений обратной связи, да, в течение нескольких размножений вам дает из одной частицы большое-большое облако гамма-излучения. Вот, ну, собственно, и в характерные времена нарастание такого облака тоже это где-то микросекунды, поэтому реакторная модель также потенциально подходит для объяснения реакторного гамма-рейта. Значит, реакторная модель не обязательно должна состоять из большого количества ячеек. Можно рассмотреть обратную ситуацию, когда у вас всего ячейки две. Вот, тогда у вас следующая геометрическая обратная связь получается. Давайте представим, что у вас вот есть две области с полем, и они смотрят друг на друга в том смысле, что они ускоряют лавины в сторону друг друга. И пусть в этой области рождается первичная лавина, она распространяется и излучает тормозную гамму-излучение. Это тормозное гамма-излучение, ему уже не нужно рождать позитроны, ему уже не нужно никуда разворачиваться, оно может просто лететь прямо в соседнюю ячейку, и там уже рождается выбегающий электрон. И в этом фишка на самом деле реакторной модели, потому что за счет геометрии все вот эти недостатки модели 2, связанные с низкой вероятностью образования электронов из сторонных пар, и с низкой вероятностью разворота гаммы, они просто убиваются. У вас получается, просто за счет геометрии гамма даже просто дает вам обратную связь. То есть гамма пролетает в соседнюю ячейку, рождает лавину, лавина развивается, рождает еще гамму, гамма снова впадает в первую ячейку, и вот в итоге увидится, что у вас первичная лавина размножилась там, ну, на этой иллюстрации появилась в результате за один цикл обратной связи с делами. Может, могут быть другие ситуации, когда геометрия вам помогает также более эффективно размножать лавину убегающих электронов. Значит, модель, которая представлена на слайде, была предложена по циклом и бабичам. Значит, что здесь происходит? В некотором приближении лидер молнии можно представить как некоторую проволоку, такую тонкую, которая как-то распределена по облаку. Когда у вас есть тонкий провод, и его потенциал равен потенциалу положительного или отрицательного заряженного слоя облака, то он образует некоторое цилиндрическое электрическое поле с силовыми линиями, которые смотрят, если это лидер, который составляет положительность заряженного слоя, то и слоевой линией будут ускорять электроны к центру этого цилиндра. И у вас получится что-то в духе вот такой геометрической обратной связи. То есть у вас будет третий лавина, она излучает тормозное гамма-излучение. Этому тормозному гамма-излучению в таком селентрическом поле, опять, не нужно никуда разворачиваться, оно может просто прямо долететь, родить новую лавину и так далее. Процесс тоже, если у вас лидер достаточно сильно заряжен, если поле достаточно сильное, он тоже может стать самоподдерживающимся и тоже привести к большому количеству гамма-излучения. Из-за грозового облака. Ну, собственно, на этом обзор моделей, которые могут описывать трестору гамма-рай-флэшист, я заканчиваю. И последняя часть моей презентации, она посвящена вопросам о том, как вообще лавина убегающих электронов моделируется. Значит, на последующих слайдах я расскажу, как устроена симуляция двайр. Вот так двайр моделирует половину убегающих электронов. Значит, мы знаем то, что у нас есть формула бета-блока, то есть это некоторая средняя сила, которая действует на релитийские электроны, или в нашем случае на убегающие электроны со стороны воздуха. Вот формула бета-блока, она учитывает все потери энергии электронов на ионизацию, но также мы понимаем то, что у нас есть некоторые процессы, которые мы бы не хотели описывать вот так вот в среднем. То есть это вот в среднем суммарная сила трения, действующая на электронах. Но нам также интересно изучать отдельно, как убегающие электроны рождают дополнительные убегающие электроны. Значит, рождение дополнительных убегающих электронов описывается в симуляции двайра с помощью сечения генебровского рассеяния. Выглядит это сечение следующим образом. Оно утопится в те случаи, когда убегающие электроны сталкиваются с молекулой воздуха и рождает ничего, где убегающие электроны. Ну и, естественно, если вы просто напишете программу, которая вам учитывает эту эффективную силу трения на ионизацию и плюс рождение электронов за счет генебровского рассеяния, то вы получите гораздо большую силу, чем реально действуют на электронах, потому что на самом деле формула бета-блока учитывает в себе мёллеровское рассеяние. Поэтому, чтобы избавиться от мёллеровского рассеяния, избавиться от рождения убегающих электронов и с этой эффективной силой трения, мы, по сути, вычитаем из этой формулы бета-блока ту часть мёллеровского рассеяния, которая отвечает за генерацию частиц высоких энергий. То есть мы интегрируем это сечение по энергиям электрона от пороговой энергии, которая необходима для убегания до какой-то некой максимальной энергии. Получаем в среднем, какая сила действует на электронах за счет рождения убегающих электронов и просто её эффективно вычитаем из формулы бета-блока, и таким образом у вас получаются эффективные силы трения, которые действуют на электрон, и она не содержит в себе рождения убегающих электронов. И отдельно вы можете разыгрывать с помощью Монте-Карло моделирования генерацию уже убегающих электронов с помощью мёллеровского рассеяния. Ну, кроме этого, у вас симуляция – есть позитроны. Для позитронов есть сечение ригиляции, оно учитывается 2R. Также учитывается фонусское рассеяние электронов с помощью вот этого вот сечения фонусского рассеяния, оно отвечает за рассеяние убегающих электронов в стороны. То есть если бы мы моделировали просто с помощью вот этих вот двух начин движения электронов, мы просто получали электроны, которые движутся прямо, размножается и дальше продолжает двигаться прямо. Добавление сечения по углу вам позволяет еще учитывать угловой раствор головины и более точно все дело анализировать, в частности, более точно рассчитывать, например, величину физического поля, что есть с двайер-излучением. Ну и, наконец, учитывается, естественно, тормозной гамма-излучение, потому что в симуляции двайера тормозной гамма-излучение – это, собственно, главная фишка, то, что привело, собственно, к механизму двайера. Ну, она учитывается с помощью вот этого сечения, ну, обсуждать, в принципе, нечего. Вот, в нашей лаборатории мы тоже проводим моделирование динамикой лавины убегающих электронов и проводим это моделирование как для однородных полей, так и для некоторых простых случаев неоднородных полей. Ну, симуляция на джанте выглядит примерно таким вот образом. Значит, здесь мы видим просто распространение лавины. Кстати говоря, здесь неоднородное поле, здесь у нас вещество, поскольку стартовая частица была очень сильная, то она не особо это почувствовала. Вот, значит, что позволяет нам сделать джанк-4? Джанк-4 нам позволяет рассчитывать некоторые характеристики лавин, которые в дальнейшем можно использовать как в микроскопических моделях, по аналогии с той, которая была на видео показана. Так можно использовать в некоторых теоретических конструкциях. И фишка в том, что на джанте некоторые такие вот характерные длинные пробивки процессов, которые учитывают все как по ускорению поля, так и спектр частиц, они рассчитываются гораздо проще, чем аналитические бумажки, поэтому джанк-4 очень сильный инструмент для таких вот дел. Ну и также он позволяет все-таки рассчитывать динамику лавин в некоторых неоднородных структурах, например, в спирическом электрическом поле. Оно, в принципе, ведет себя как некоторая реакторная модель, которая аналогична с моделью распространения лавин в поле литера, которая была в спирическом электрическом поле. Ну, вот, собственно, джанк – это очень крутой, очень полезный инструмент, и многие статьи анализировали так или иначе джанк как инструмент для исследования лавины, и оказалось, что действительно хороший инструмент, он не врет. По крайней мере, не слишком сильно врет. Он не врет, но он очень медленно считает. Но он очень медленно считает, да, это его очень большой недостаток, именно потому что он очень медленно считает какие-нибудь более сложные модели, на нем моделировать слог. Вот, это придется на год там на сервере AI изогнать программу и ждать год, пока у вас там что-то посчитается, а если там будет какая-нибудь ошибка, то он придется еще год ждать, чтобы вообще сделать какие-то выводы о физике лавины двигающих электронов. Поэтому помимо джанта была разработана некоторая теоретическая концепция, как можно изучать знамику лавин двигающих электронов с обратной связью. Здесь рассматривается динамика лавин как действие некоторого оператора обратной связи на распределение лавин двигающих электронов. И, по сути, когда вы построили такой оператор обратной связи, строится он, на самом деле, с довольно простых финистических соображений, когда вы построили оператор, вся задача о том, как у вас происходит динамика лавин, о том, при каких условиях у вас возникает бесконечная обратная связь, которая может приводить к таким вот янтерным взрывам в грузовых облаках, все эти задачи сводятся просто к простому нахождению собственного значения собственных функций этого оператора. Вот. Ну и, собственно, доказано теоретически то, что собственное значение оператора обратной связи потребует тот самый коэффициент обратной связи, и у вас условия возникновения взрыва в грузовом облаке или трестного гамма-рейт-флэша сводятся к тому, что коэффициент обратной связи или, собственно, значение оператора должно быть больше единицы. Ну и показано, что для тех моделей, которые были промоделированы на джанте, например, для простейшего реактора, когда у вас свой SD ячейки, теоретическая концепция с оператором обратной связи показывает ровно такие же результаты, как и моделированные. Вот. Поэтому вот эта методика, она мало того, что позволяет довольно просто и дешево получать некоторые интересные результаты, так она еще и совпадает с моделированием. Так что этим можно заниматься, в этом можно верить. Не грусти. Значит, с помощью этой теоретической концепции были подсчитаны условия возникновения бесконечной обратной связи для модели Двайера. Не то, чтобы Двайер сам не считал эти условия, когда у него возникает бесконечная позитронная обратная связь. Он считал, но он считал это для нормальных условий. Вот. А облака у нас находятся, которые производят TGF, где-то на 10-15 километров, может быть, даже на 20. На 20, вряд ли, эксперимент показывает, что вряд ли 10 километров. Вот. Ну и, собственно, предложенная теоретическая модель, которая была кратко описана, но при этом не было, наверное, понятно, о чем она. Вот. Ну, неважно. Она позволила посчитать условия возникновения бесконечной реликвидской обратной связи модели Двайера. И оказалось, что вот эти вот условия, необходимые для бесконечной обратной связи, они более стройные, слишком суровые. То есть в облаках, то, что наблюдается реально в облаках, какие размеры полей и какие электрические поля, они представлены вот этими точками экспериментальных, а вот эти вот линии, они показывают, при каких условиях возникает вообще возможная бесконечная обратная связь. Это последняя картинка? Да. То есть вы вот убрали все левые, и оно все вот отъехало. У вас просто были точки. А, это которые эти... Вот это оказалось все горизонтальные, да? Да, да, это просто горизонтальное было наблюдение, то есть там ячейку смотрим по-переху. Я просто спрашиваю, потому что картинки, которые они присылали, у них были такие точки, на эти крупности, они показывают, что в некоторых случаях оно хоть как-то может работать. Вот эти тачки показывают, что на самом деле оно вообще никак работать не будет, особенно в сфере технических вальтах. Ну да. Это к вопросу о добрости к премьерам. Ну, за закрытие модели 2-эрода близко к премьерам. Дадут только... Да не так же. Ну, не 2-эрода. Окей. Реакторная модель, как я говорил, ее отличает то, что вам не нужно образование электрон-проэзотеронной фары, вам не нужен разворот дамы, поэтому реакторная модель, если у вас есть такая сложная геометрическая структура, она работает лучше, чем электрическая обратная связь 2-эра. И вот, собственно, здесь на слайде представлено сравнение модели 2-эра с различными реакторными моделями. Ну и видно, что в агрегатическом масштабе, опять же, модель 2-эра, она вот сильно... Для нее условия, требующиеся для бесконечно обратной связи, гораздо более суровые, чем для реакторной модели. Вот. Ну, собственно, на этом моя лекция, дефис-семинар, походит к концу. То есть, резюме, которое я хочу сказать, то, что в грузовой физике есть куча нерешенных проблем, в частности, в физике высоких энергий. Вот. Самая главная проблема, которая сейчас стоит в грузовой физике, это проблема инстанализации молнии. То есть, мы знаем, что молния есть, мы ее видим, мы ее боимся, даже у кого-то в клубе есть. Но мы не знаем, откуда она берется. Ну, а то и также есть куча нерешенных вопросов, связанных с тресс-тругом Ray Fashes и Zanguston, Ground и Hanson. Ну, например, согласно вот этому рисунку, у нас есть модель 2-эра, в которую все верят, в которую все любят. Ну, как, не все верят, но ее все любят. И мы видим, что модель 2-эра, она не может быть в грузовых облаках. Да, следовательно, мы получаем, потому что у нас как бы TGF-а есть, но при этом условий для TGF-ов нет. То есть, это аналогично с инициализацией молнии. Непонятно, откуда делается TGF. Вот, ну, собственно, на этом мы доклад окончен. Всем спасибо за внимание. Вопросы. Я специально, чтобы на действующих... А, у нас, правда, у нас чисто программистов не осталось, но... Да, Данил. Ну, все равно, Владимир, Владимир. Значит, для программистов я могу пояснить, там есть ряд рилансов. Ну, Жанн сам так себе понятно, там несколько программировали, сколько знаний Жанта. А создание модели, особенно архитектура модели, параллельного вычисления модели, это задача, в которой можно поковыряться. Я думаю, что Александр не будет возражать, если кто-то вместо... Я сейчас меня слышно в камере. Если кто-то вместо критического разбора статьи сделает критический разбор с кода... О, это только за... Закиньте его в Егора, Егор закинет все туда вот. Либо можно ссылку на гитхаб преподать. Да, но оно открытое, я могу сейчас скинуть в чате. Лучше мне, я все засуну в единое... На помощь, я тогда скину. Это сложно. Ладно, все сделаем. Вот, потому что это тоже как бы форма разбора. Но так как-то, если надо будет разобраться, это будет несколько сторонников, не просто таких статей, а надо... А, нет, какой-то работ... Но он там достаточно прозрачный. Он там достаточно прозрачный. Сейчас... Он дальше сам по стороне. Я его сейчас скину, он будет друг. У нас, к счастью, весь код открытый. Еще вопросы от студентов есть? Да, наверное, есть. Я, с вами, он сразу про фишев, а я помню, если извините, здравствуй, я не сказал, что это TGE. Да, да. А, ну чем отличается TGE от TGE? В принципе, как я говорил, из эксперимента видно, что характерное время TGE это у вас сотни микросекунд. Теперь, если вы откроете картинку с наблюдением TGE, то вы увидите следующее. 10 часов 10 минут, 10 часов 14 минут, 10 часов 18 минут. Короче, несложно догадаться, что TGE это более долгое событие. 10 часов, конечно, хорошо. Ну, в смысле, это имеется в виду время, да, то есть оно несколько минут длится там, или можно час длится. Это молния же, или нет? А, нет, это не молния. Здесь черная полоска показывает гаммы, поток гаммы до 3 мэр, соответственно, синий и красный полоска они показывают там от 3 мэр. Вот красный, там, по-моему, порог еще на 10 мэр, если не ошибаюсь, сделан. Вот, ну, видно, что, да, вот черный, это, как утверждается сегодня, это поток от радона, вот, ну, собственно, то, что связано с половиной убегающих электронов, это такие вот тонкие пики, но их длительность все равно составляет, ну, видно, что там здесь ширина, наверное, минут 5, то есть G, отличая от TGF, во-первых, относительно низкая интенсивность, потому что здесь видно, что превышение фона, на самом деле, не такое уж и большое, оно там процентов до 15, в сравнении с фоном, который просто наблюдается. Ну, там, на самом деле, очень непонятно, потому что это видение на земле, оно все равно ослабляется довольно-таки, поэтому что там в самом облаке? Ну, облако находится в 100 метрах от станции, то есть уже хоть что-то. Ну, все равно там, по крайней мере, там, на самом деле, вот, честно скажу, они до сих пор не знают, мы даже не знаем, то есть, вот, какие-то депутаты это были, вот, но... Ну, и сам Челлен Гориан утверждает, что TGF одно и то же, потому что TGF, когда облако свистился, а TGF, когда облако свистил. А почему облако может светить вниз и вверх разной длительности? Ну, это хороший вопрос. Почему облако свистит коротко, а вниз долго? Челлен Гориан-то объясняет тем, что спутник он летит, летит, и вероятность того, что он попадет там, если пучок узкий от этого облака, то... Ну, а пучок узкий сколько там, спутники так не летают? Ну, вообще он широкий, там градусов 20 и более. Это не выдерживает критику, потому что если происходит с такой интенсивностью, что так ему светил на Земле, он светил спутник, на самом деле мы никогда ничего не увидим. Не, конечно, утверждается, что здесь вот поле, создано таким вот с отрицательным зарядом и маленьким-маленьким слоем положительного заряда, а здесь слоем положительного заряда больше, поэтому интенсивность здесь будет, конечно, больше. Вот. Ну, в общем, физика там очень интересная, я думаю, что мы не сможем ее всю в рамках того, что есть, не надо рассмотреть, но опять, так как у нас все-таки мои детские программы по программированию, я могу сказать, что по методу физики интересная. Там, например, вот очень занимается Даша Землянская сейчас, это моделирование разных слоев, как ведут себя именно воздух вот этот вот мокрый, со снежинками. Точнее, как состав воздуха реальный и виртуальный отличается в плане... Да, то есть в плане... Про что идти в том, что мы все время говорили, что у нас есть обычный воздух атмосферный, и в нем там... Чистый, сухой воздух. Как? Ну, предполагаем, что капель в грозе слишком мало, чтобы они давали какое-то заметное влияние на динамику лови. Вот Даша решила посмотреть, а что будет, если мы возьмем концентрацию снежинок, антинок, которые наблюдаются в экспериментальных сюжетах, и запихнем их в ячейку и посмотрим с учетом этих снежинок. Вот, оказывается, что отличия какие-то есть. Но, судя по всему, лажа. Ну, как по физике... А вот дальше начинается программирование, потому что... Где лажа? Ну, потому что у нее получилось, что у нее разница, существенная разница, при том, что у тебя вместо азота там вода. С чего? Нет, постой. Там... Нет, там же в плотности дело. Нет, у нас локальная здоровая плотность. Вы берете... Еще раз больше. Берете облако на улице 10 км, вдыхаете сюда 10-10 снежинок в квадратный дамп, и начинается этот период. Потому что... Ну, куда? Я с вами то, что она мне показала в первый раз, это точно какая-то ерунда? Вот. Потому что там минимальное какое-то отклонение, скорее всего, это проблема... Там было, конечно, минимальное отклонение, там оно было бы не в ту сторону, в которую ожидалось. Очень-очень-очень странно. Я подозреваю, что это ерунда на стороне лежа. Поэтому, скорее всего, для того, чтобы... По-любому доклад, по-любому будет, но будет он по физике или по джан, тут вариант. Вопрос хороший. Значит, смысл в том, что тут надо или пытаться разобраться в том, что делает джан, что... Невозможно. Вот есть спецы, но они, по-моему, тоже не справляются. Я только ядер. Я только ядер. Или надо сделать свою наколеночную модель, которая бы это реализовывала, смотреть... Нет, там процессов мало, она впишется там всегда пару недель. Ну, скажем, с непривычки эта задача такая хорошая. Ну, вот, пожалуйста, на пару недель. Кстати говоря, давай, товарищ студент, я вам задам вопрос. Покажи мне какое-нибудь врасеяние. Ой, не такое, а больше не попроще. О, давай, хотя бы вот так вот. Скажите, пожалуйста, товарищ студент, как вы думаете, что тут сложнее всего сделать в этих кракозябрах? Понятно, что формулу загнать в компьютер довольно легко, а что сложно? В связи с тем, с той лекцией, которая была предыдущей, мы, конечно, к этому еще там не дошли. Я, мне кажется, знаю ответ, пусть там не спят. Ну, наверное, сказать он не знает. Ваши задача делать симуляцию, которая будет по задней формуле свечения реализовывать, моделировать. В чем проблема? Почему это вот не взять, взять в грех формулу загоняешь на работу? Производность тут нет. Нет, производность нам как раз и нужна. То есть нам как раз и интегральное величие. Да, посчитать это все численно несложнее. То есть производность или это несложное? То есть проблема, проблема, то есть проблема возникает в том, что вам для того, чтобы загнать вот эту вот дуру, это, по-моему, это гугловская презентация. Нет, скажу честно, эти формулы мне уже в два часа больше было писать и их просто с картинками. Нет, у этого все нормально было, там в Google Meet есть встроенный плагин, который позволяет формулы писать, но такие большие я уже не хотел. Вот. Значит, проблема заключается в том, что вам надо не просто написать формулу, вам надо написать объект, математический объект распределения. То есть это некоторая вещь, которая, да, будет генерировать вам величины согласно распределения. То, что нравится сэмплирование зло. Нет, а куда ты без него денешься? Я ничем, у меня сейчас сэмплер пристает вам. Так вот, проблема заключается в том, что вам не то, что надо создать то, что будет считать эту функцию, а то, что будет генерировать случайные величины согласно этой функции. А для этого вам на самом деле надо освоить, как работают разные генералы распределения распределений, и вам надо освоить некоторую специфику работать в чайном числе на самом деле. Эта вещь, честно говоря, наверное, у меня будет какой-то кусочек небольшой в стат-методах, но это... Она будет у этого, Константина. У Тихона будет самый-самый базовый, мы множество вещей про это. У нас курсов разберем, но вообще говоря, это довольно такое хорошее интересное искусство, и если кому-то это будет интересно, мы как-нибудь сделаем дополнительный семинар, кого-нибудь пригласим, потому что, да, это реально, если вы собираетесь заниматься моделированием физикой, любой, это вещь, которую надо знать. В то время, когда у нас еще... Это не обязательно физики. Рандомизированный метод, рандомизированный алгоритм, они везде рандомизированный алгоритм. Что угодно. Значит, вот это, да, это некоторая задача, и этому надо учиться. Не могу с этим сказать, что я их хорошо умею. То есть, я знаю всю теорию, примерно знаю, делать в простых случаях. Ну, да. Нет, тут там начинаются проблемы, когда... Ну, такой центр, такая штука пробьется, на самом деле, CMC спокойно. Может быть, с пушки по воробьям. CMC и с пушки по воробьям. У тебя здесь явно есть, значит, это самое, рациональное выражение, для них есть готовый комплексный центр. Готовый вопрос эффективности. Если мы хотим... Я просто сейчас не хочу говорить, что мы не в думе, да? Нет, потому что нужно посмотреть, как это, носитель этой функции. Если он узкий, то там можно даже обычным... Правильно все вещи говорить, ну, по-другому занимайся. Да, но я просто пытаюсь объяснить, что просто перевод из формулы распределения, это не такая кримиальная задача, это то, что надо просто попробовать сделать, опять же... Из формулы сэмплера, правильнее бы сказать. Ну, да, да, то есть распределение, это совокупность функций сэмплера. Пожалуйста, кому хочется, берите, можно брать... Можно какие-то проекты делать, можно статьи делать, у нас есть, куда это стать. Если кому скучно, у меня есть задачка под это дело прям конкретная. Ладно. Так, вопросы еще есть? Я запись включаю. Запись мимо, а остальные там... А вот 22-го где-то уже хорошо. Я записала. Там вот гляньте, почему он вверх? Бывают у вас разные типы молний. Бывает Intracloud Discharge, бывает CloudToground Discharge, ну, определение по-русски название. То есть Intracloud Discharge это разряд внутри облака. То есть у вас облако представляет собой слои вот эти заряженные. Вот. У вас молния, она... Здесь, кстати, может даже нарисована, неплохо видна. Она может, допустим, с положительного слоя внутри облака на отрицательном пересвечь. Это будет Intracloud, пользу сетчинного сетчинного дисчайш. Соответственно, у вас может быть молния, которая с отрицательного заряженного слоя в землю упадет или с положительного в землю. Вот. И в зависимости от этого у вас меняется полярность тока электрического. А меняется полярность электрического тока, меняется собственно картинка. И выверху и вывезли. Вот. И они, собственно, наблюдая за молнией и совокупаясь с этой штукой, делают вывод о том, у вас интерклауд дисчайший или полярность дисчайший. Какой полярности там, с такими слоями и так далее. Ту же тему, кстати, черное, еще раз, это что? Это у нас поток гамма. Поток гамма, да. А синенькое это приземное поле. Почему у нас есть корреляция снижения потока, увеличение потока гаммы и снижение приземного поля? Вот после последней молнии, там вот, у нас начинает пара с приземного поля. Поэтому здесь у вас наоборот увеличение. А, подождите, вы имеете из-за шанового увеличившегося, у вас постоянно наоботок затух? Во-первых, раз, во-вторых, наоборот, оно, ну, 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 Александр, правильно, что-то узнает. А, все, хорошо. Правильно, что-то узнает. Там еще, на самом деле, все прочее, эти детекторы, они могут в процессе бейзлайна их может быть. Заменять? Ну, бейзлайн, то есть они могут, у них норма вплыть из-за... Да, они же, свалить, они мерят относительно некоторого нуля и относительно некоторого кона. Ну, у меня сегодня вопрос, откуда последний всплеск этот красивый? Ну, красивый, неизвестно, куда-то. Вообще, он, всплеск, объясняете, я просто показываю, красивое. Похож на что-то реакторное, на самом деле. Нет, оно очень странное, оно очень долгое, но слишком, но слишком, но слишком короткое для TGE. Или, если я правильно... Семантический, я сказал, выключить запись, но это все, обсуждать началось. Запись можно будет деньги оставить?